Не в обиду новосибирских дорожников и некоторых моих коллег, но в 2018 году мне свежим взглядом, в связи с тем, что как варяг я прибыл издалека, но имел определенный предыдущий опыт работы, мне бросилось в глаза иногда не очень современные подходы к содержанию, ремонту дорог в Новосибирске, что приводит или к повторным затратам, когда приходится к одному и другому, тому же объекту подходить два раза, например, не проверили перед сезоном качество инертных материалов, соответственно, возникли дефекты на асфальтовом покрытии, которые пришлось устранять в конце сезона, или к смазанным ощущениям у жителей автомобилистов от проделанных работ. Ну, пресловутые люки, на которые я обращал внимание не один раз, полотно дороги отремонтировали, а люк, за который отвечают коммунальщики, провален. И пришлось последовательно, ну, по сути дела, учить и подрядчиков, и заказчиков все-таки менять подходы. Первая задача, первый вопрос, который возник, это требования конкурсной документации, требования контрактов. Ну, вот я помню наш разговор, по-моему, в 2019 году, на воезновом совещании, говорю коллеге, ну, вот мы стали применять новые технологии, новые материалы. Вот та же щебено-асфальтовая мастичная смесь, которая более долгосрочная по чумазу у нас в контрактах, гарантийный срок остался прежний. Она же более долговечная, она более дорогая. Значит, давайте увеличивать контрактные, гарантийные контрактные сроки. Следующая задача – научиться требовать исполнения этих гарантий. Помните, в 2020-2021 году количество выявленных гарантийных дефектов и, соответственно, работы по их устранению исчислялись сотнями наименований. Следующая задача, ну, хорошо, здорово, что мы научились гарантии устранять, ну, это пьем по хвостам через год, через два, когда уже дефект появился. Давайте учиться дефекты не допускать. Организовали независимый контроль, технический контроль, который следил за качеством работ, соблюдением технологий в течение сезона. Итог можно сказать, что на всех объектах дорожного строительства и ремонта, ну, по крайней мере, на объектах нацпроекта БКД, это сегодня выполняется, хотя за это тоже пришлось в некоторых муниципалитетах побиться. Тренд этого года, ну, нам же важно не просто выявить нарушение технологии, а нужно его не допустить, поэтому в этом году была поставлена задача. Выявили нарушение, вместе с подрядчиком проведите расследование. А что способствовало этому нарушению? Низкая квалификация персонала, какие-то нарушенные или недостатки процедуры, или отсутствие лабораторного испытательного оборудования у подрядчика или у техконтроля. То есть выявить причины, чтобы их ликвидировать, чтобы на следующих объектах в следующем сезоне уже таких сбоев не было. Не могу пока сказать, что вот эта задача полностью выполнена. Все-таки я сказал, что это подход новый этого года, и на ближайшей оперативке министр транспорта будет докладывать мне о результатах. Ну, а эффект вот этой работы мы должны увидеть в следующем году по снижению количества гарантийных случаев. То есть целевые показатели такие. Коллеги, спрос ужесточаем, но количество дефектов, количество гарантийных случаев должно снижаться. Если мы получим такой результат, значит работаем не зря.